Приоткрыли дверцу истории. В Дворце культуры Арктика сотрудники Пустозерского музея презентовали фильм «Открыватель тайн Пустозерска» об археологе Олеге Овсянникове и его исторических открытиях на территории Неницкого округа. Создателем фильма стала режиссер Неницкой телерадиообещательной компании Мария Кравченко. Одним из первых зрителей стала Любовь Пермякова. Здесь мы видим очень интересный предмет с зарубками. Еще мы точно не знаем, что такое это. Может быть, аршин, деревянный аршин. Эти уникальные кадры, сделанные в 1995 году во время археологических раскопок первого заполярного города, легли в основу документального фильма «Открыватель тайн Пустозерска» режиссера Марии Кравченко. И наконец-то мы начинаем. И вдруг оказывается, что фильм не просто об археологах, а именно о конкретном человеке. Я стала всех пытать. Ее пытала. Это кто? Это зачем? Это почему? Вот в чем ценность? Он говорит, первый. Первооткрыватель земли Неницкой так в шутку называет главного героя своего фильма Мария Алексеевна. Действительно, археолог Олег Овсянников был первым, кто начал археологические раскопки Пустозерска, в результате которого ему в прямом смысле удалось докопаться до 15 века. На один из прекрасных дней я приехала действительно на городище, в Пустозерск, к этой видеокамерой. Только-только мы ее осваивали, только-только я научилась нажимать кнопки. И Олег Владимирович так изумительно провел эту экскурсию. Как раз была видна вся стратеграфия, как раз были видны все эти слои. Там работал доктор Карпелан в это время. И он занимался этой стратеграфией. И вот они нам показали и 20 век, и 19, и до 15. Именно Татьяна Журавлева, бывший директор Краеведческого музея, сняла те исторические кадры, которые 22 года спустя возвращают нас в место интересных находок. Одна из них – жилищно-хозяйственный комплекс самой начальной поры в истории города. И вот здесь мы обнаружили остатки этого сруба. Этот сруб возник тогда, когда здесь был лес. И он был поставлен прямо на корни срубленного огромного дерева. Кроме хозяйственных построек, Олегом Овсяниковым были обнаружены другие интересные находки – изделия из кости, дерева, металлические предметы. Но это только часть найденных артефактов. Ведь археолог вел раскопки и на других территориях региона. В городище и святилище на реке Гнилка, где было найдено 2000 древних предметов из стекла, меди, железа, кости. А также Ординском городище, где по тысячам раскопанных артефактов Олег Владимирович разгадал тайну загадочного племени Сихиртия, проживающего по обе стороны Урала в Доненецкий период. Этот народ летописный, вот такой мифический, светловолосые, низкорослые люди, которые жили в полуземлянках. Считают немцы, что они там под землей передвигались на мамонтах. И этот народ, который связан с металлом, действительно, на раскопке каждого года доказывают нам, что действительно древние металлурги здесь у нас жили. Археология, она в первую очередь открывает и приоткрывает нам какие-то, туда заглядываем, и какие-то интересные для себя вещи откапываем. Понимаем, что в древности у нас здесь жило очень высокоорганизованное население, потомками которого мы являемся все с вами. При открытии ту историческую дверцу сотрудники Пустозерского музея решили для всех жителей округа и страны. Фильм об археологе Олеге Овсяникове и его исторических открытиях скоро увидят зрители телеканала «Север». А в дальнейшем его будут активно использовать на выставках, занятиях краеведческих кружков, семинарах и научных встречах. Первыми фильм «Открыватель тайн Пустозерска» уже посмотрели окружные историки и краеведы. Любовь Пермякова, Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».